Вот я сделаю небольшое такое вступление, там получается как, ободорываю просто кучу музыку и выключу микрофон и буду просто переводить дальше. На сегодня у нас запланировано перевести 69-ю главу на ЗАКИ. 68-я глава на ЗАКИ у нас уже переведена, если кто не в курсе. Она сейчас на стадии тайпа, то есть перевод полностью сделан, все звуки тоже там все сделаны. Осталось только тайпить, потом будет еще немножко клин и скорректируем. Потом будет залита на сайт, на рифманку и на наш сайт. Для 69-й главы я уже подготовила все фотошопные файлы, где они там, вот они все готовенькие, да, то есть в принципе включая и переводить. То есть это будет, когда я музыку включу, я их буду переводить. А сейчас, чтобы тут немножко какой-то информация была полезной, то я делаю ее на примере 50-й главы. У меня в этой папочке, вот она мне называется папка на ЗАКИ, в ней папка 7-70, 7-й том, 75-я глава. Здесь у меня есть японские странички и английские. Вот это вот японские, это вот английские. Первым делом мы их рассортируем, чтобы было понятно, что у нас здесь находится. То есть выделяем вот это вот все. F2 пишем, ну я называю JPF. То есть он автоматически, ну называть так, JP1, JP2, то есть японский, 3, 4, 5 и так далее, то есть 4 страницы. То же самое с английским. NG английский. Начнем со второй страницы, просто раппирована вот такая обложечка. Тут я писать ничего не буду, подготавливать с ней только минутно. Просто для примера покажу на второй странице. Наша команда, мы за основу набираем японские сканы. Почему? Как бы так объяснить? Японских раппировок 7-го тома у нас нет еще. То есть 7-й том, он будет в продаже только 22-го декабря. Их в инете только, ну вот то, что выложили в Ганган онлайн, то и получилось. То есть вот в таком вот качестве. То есть они мелкие, там размер всего 800 на сколько там, 1870 на 1296. То есть это маленькие, да. Качество плохое, везде вот эти вот всякие шумы, вот эти мелкие. Ну, нехорошие сканы. Поэтому и клинт будем так делать, по-фигистски немножко. Но все равно берем за основу именно эти японские сканы. Хотя говоря, что японские размеры 870 на 1296, что английские, они почти что не отличаются. Буквально два пикселя разница. То есть они по размеру одинаковы, да, по качеству. Но мы берем все равно японские. Почему? Потому что аналитеры, когда переводили, они уже переделали некоторые моменты под себя. То есть, где у нас кислика, например, ну вот на этой же третьей странице, вот допустим, вот здесь в японском варианте, да, в оригинале, текст идет вот так, да, вот раз в полбец, два в полбец. Тут все у нас открыто получается. А что у нас получается в английском варианте? Где у нас английский, где у нас находится? Вот как получается в английском варианте. То есть в японском у нас вот этот кусок уже был нарисован, да, а аналитеры взяли его и своим текстом закрыли. То есть если мы будем переделать после аналитеров, да, получается, что у нас этот кусок мы сделаем уже по-своему нарисуем. То есть и оригинал забудется, сотрется. Ну просто, ну не знаю, мне кажется, лучше все-таки делать по оригиналу. Так, еще, например, у нас старая страница. Вот тут у нас такие вот японские звуки. Ууу, я английский, наверное, посмотрел, поэтому я знаю, что это здесь. Опять-таки смотрим, как у нас было в оригинале, да, то есть у нас их волосы видны, и тут куча кусок места, то есть пространство. А аналитеры взяли вот так вот просто на пакет, перекрыли этот текст, да, то есть они сильно закрыли. Причем, вот здесь видите, они даже не дорисовали вот этот кусочек. Они просто-напросто большим толстым шрифтом перекрыли вот эти звуки. Ну, так вот. Им так удобнее было. Ну а мы будем делать по японскому, по оригиналу. Включаем Photoshop. Включили. Тащим сначала японский скан сюда. Японский, второй, вторая страница. Перетащили. Далее делаем режим градации серого. Изображение, режим градации серого. Слушайте, прям отменить. Тут очень смешно, потому что там было. Отменить и отменить было, да? Сейчас покажу еще раз. Градации серого. Ой, здесь. Режим градации серого. А почему тут есть кнопка отменить и отменить? Потому что тут у нас спрашивают удалить данный цветок. То есть, да, отменить данный цветок. Первая кнопка – это да, отменить. А вторая отмена – нет, не надо ничего отменять. Ну, то есть, я отказываюсь от этого действия. Я передумал. То есть, первое – да, отменить. Второе – нет, я отказываюсь от этого действия. Поэтому тут два так вот. Ну, такой перевод в Photoshop получился. Что делаем дальше? Поставили градации серого. Зачем это делается? Ну, чтобы просто не было других оттенков цветов. Мамка – она черно-белая. И тут у нас будет все черно-белое. Далее кидаем английский скан. Прямо поверх него. Тащим. Берем и тащим просто напросто сюда. Нажимаем Enter. Готово. Прежде чем делать японский слой, смотрим, нормально ли у нас вообще поставлен скан. То есть, возможно, он криво расположен. То есть, вот здесь, прежде чем делаем японский слой, мы смотрим нормальные перпендикулярные расположенные рамки, так сказать. То есть, смотрим раз, два. Здесь у нас все ровно. У нас эти сканы… Манга на заде – это веб-манга. Поэтому у нас вот эти вот ротации, перпендикулярные все, у нас проблем вообще тут нет. Только если в том случае, если мы действительно взяли том, томик-манги, там, где там все, каждую страничку отдельно на принтере сканировали. Там, да, там у нас есть ротация небольшая. Ну, а здесь – это седьмого дома вся ночь, пока что нет у нас в школах. Поэтому только веб-картинками и пользуемся, где там все четко и ровно состоит. Так что здесь мы и не смотрим даже на ротацию. Вот, когда уже проверили… Где там у нас? После этого, как мы проверили вот этот вот перпендикулярный циамок, да, мы делаем дупликат японского слоя. То есть нашего фона. Делаем дупликат. JP. JP. И выключаем его. Делаем «Sign in this». Нам этот слой еще понадобится, чтобы с ним сверять наши шрифты, которые мы будем использовать. Ну, и так, в таком-таки пожарном случае, для восстановления картинки. Выключаем его сети японский-английский. Сохраняем. Ctrl-S. Называем файл. Называть лучше так, чтобы вы поняли, что к чему. То есть я называю, допустим, так. Если это «Назаки», то пишу «Назаки». Дальше номер дома, номер главы. Дальше я еще пишу «PSH», то есть это фотошопный файл. И 0, это вторая страница. 0,2. Сохраняем. Окей. Сохранили. Так, что делаем? Активируем свой фон. А после этого делаем такой легкий клин. То есть мы стираем все буквы. Все возможные буквы буквы. Вот таких вот более сложных местах. То есть мы сейчас стираем просто самое простое делаем. То есть ластиком или вот этим разделением. Удаляем все, что у нас там буквы на белом фоне. Вот такие слотенькие места, где-то надо штампиком работать, где-то ничего такими стихичками. Это все пока оставляем. Это все будет делать наш любимый клиент. После того, как ты делаешь уже тайп. А сейчас просто вот это вот. Чтобы нам просто не мешал этот текст переводить. Проверяем. Охраняем. Охраняться надо какому-то чаще, потому что свет могут вырвать в любой момент. А потом вы будете сильно ругаться. Если вы окажетесь, что вы сделали много-много всего, то не забыли сверкнуться. Все почистили. Буквки почистили. Видите, первый вот здесь у нас скан довольно-таки грязненький. Тоже видно вот эти вот серые пятнышки. Мы сейчас легко, легонечко потесим. То есть не сильно, чтобы нам не устанавливать как мы все репетировали и все остальные там прочие места. Просто у нас и так сканы довольно грязненькие. Зачем нам... То есть у нас будет потом, когда у вас будет хороший скан, мы будем реально сидеть, плинить, чистить, чистить там, чтобы все было идеально и красиво, да? Кстати, я хотела пример показать. Почему мы будем переделывать? Вот, да? Это у нас... Вот он, да? Это был у нас четвертый том, какая-то глава, не помню. Пречистательный глава. Это у нас японская рапка, да? То, что вот прям взяли лист, лист маленький, это вырвали, положили в сканер, а сканировали. То есть она у нас стоит кривая, у нас сверху какая-то серая, не знаю, что, как это назвать, да? Шумерится, так называть, как хотите. Черный он тоже не черный, а какой-то серый. То есть вот это все мы будем чистить аккуратненько, все потихонечку. И почему мы это делаем? А вот почему. Потому что в сканер японский, вот видите, вот эту надпись, роман скомер, поэтому ее можно прочитать. В английской же версии, да, которую мы сейчас использовали, да, то есть которую мы тогда использовали. Вот эта надпись та же самая, да? Вот та же самая страничка. Вот эта надпись вообще не читаемая. Это просто какая-то какие-то каракули непонятная. Поэтому будем потихоньку потом приходить в HD-формат. Если можно так выразить, конечно. Так, что я там остановилась? В чем? То, что у нас шапки говняненькие. И поэтому мы будем делать квинт довольно простенький. Итак, чистим сначала белые цвета. Где у нас, для примера, я покажу вот белый кусок. Смотрите, чтобы у вас был выделен слой фон, на который мы делаем квинт. Кликаем выделение. Цветовой диапазон. Выбираем белый цвет. Разброс поменьше. Берите там, ну, то есть обычно берут там 50, там 60. Это такие вот цифры. Но мы сейчас сделаем простенький такой, поэтому берите поменьше. Разброс там 25, там может 10, там 18. Все таки вот. Окей. Дальше Ctrl-L. И вот этот вот бегунок сюда. На... Там еще. Это право. На право идем. Окей. Убираем выделение Ctrl-D. И уже получше все это дело. То есть вот так до, вот так после. Видите? Видите? Все разница. После, до, после. Более терненькие места – это ладно фикс. Это самое. Кто заметит, то заметит. Кто-то заметит, то не заметит. То же самое делаем с черненьким. Выделение, цветовой диапазон. Ищем тут, где у нас черненький. У меня делаем рамку у нас черненькая, да? У меня какая-то еще. Делаем с еще черный. Черный цвет был. Залестук черный. Тут волос черный. Выделение, цветовой диапазон. Вот тут черные волосы. Тоже раздвилось с около 25. Окей. Ctrl-L. И уже в другую сторону. Окей. Ctrl-D. Выбираем удаление. Для такого говняника Лоскана нам такой говняничек линк в принципе пойдет. Так. Что делаем дальше? Страничку мы подчислили. Похраняемся. И идем дальше к следующей странице. То есть вот в принципе первоначальный линк у нас готов. Дальше идет уже перевод. То есть доделываем остальные странички и начинаем перевод. Так. По поводу перевода. Что хочу сказать. В переводе мы... Ну, когда я перевожу, я помимо своих знаний английского языка, я еще пользуюсь, во-первых, Google-переводчиком. То есть мало того, что он помогает им переводить слова, которые я не знаю, он бывает полезен еще в тех случаях, когда я вот слово знаю переводится, но мне нужен, но этот вариант перевод мне не подходит. Мне нужен какой-то другой перевод. То есть, допустим, возьмем какое-то слово, допустим, ну, не знаю, survive, допустим. Это слово переводится как выживать, да, выживание, ну, выжить. А Google нам помогает еще найти синонимы к этому слову. То есть выживать, пережить, уцелеть, выдерживать, перенести. И там по смыслу подставляем более-менее стоящее на словах. То есть не надо там скупо как бы переводить слово в слово. Надо смотреть, чтобы было как-то это по смыслу более-менее понятно. Более, так сказать, литературно переводить. Так. Что там еще? Еще можно синонимы искать просто в Google где-нибудь. То есть, допустим, узнал это слово. А, у меня была какая-то глава, не помню какая, с хулиганами связанная. Там, где Микошиба и Назадь стали хулиганами. Там, вот это вот слово хулиган, там, что это повторялось. То есть, была такая вечная тавтология. И я вот все думала, как еще назвать. Хулиганы, они не бандиты, в принципе. Потому что бандиты в школе, кто не с ней бандиты. Так, до конца. Я уже не помню, как я там переводила, точно. Но там более-менее нашла какие-то синонимы к слову хулиган. Уже точно не помню. Посмотрите по главу, читайте. Можете заметить, что там где-то хулиган, где-то не хулиган. Ну, там, увидите. Дальше. Бывает еще такое, что встречаются жаргонные словечки. Вот, которые наш гугл-переводчик вам не переведет. Жаргонные словечки можно искать в словаре Urban Dictionary. То есть, есть специальный такой сайт. Сейчас его наберу вам. Ссылочку оставлю в описании видео. Так, Urban Dictionary. И вот тут, допустим, пишем, что нам нужно. Ну, допустим, была у нас такая глава, где Маэна пошел на какой-то миксер. То есть, что такое миксер? Кугл-переводчик. Пишем. Миксер. Смеситель. Миксер. Мешалка. Ну, то есть, это вот для того пиво. Да? А что нам скажет наш этот самый словарь Urban? Миксер. Тут, конечно, у нас все по-английски. То есть, если вы хотите перевести жаргонные словечки в странах английского, то знаете, что вам нужно знать английский. В общем, тут нам пишут, что это такая вечеринка, где все собираются вместе и пьют всякие напитки. Да? Ну, и социализируются, так сказать. В общем, вот. Ну, то есть, это такие вот мелкие посиделки, гулянки такие. С выпивками алкоголя. Ну, это просто там. Кто как хочет. Ну, вы поняли, в чем это такое, да? То есть, такие вот словечки всякие. Даже бывают не словечки, а бывают фразы какие-то. Или, допустим, сокращение там. Допустим, БКЗ. Да? Что такое БКЗ? Who stayed with Hawaii? Ну, нет. Я немножко не забыла в виду. Я имею в виду, что это БКЗ. Это because. То есть, сокращение от because. По-моему, нет такого, да? Ну, ладно. Винтим. Ну, ладно. Тогда, допустим, БЛ. Вот. БЛ сокращение. В японском БЛ это означает boys love, да? Вот. А, допустим, наш гугл-периодчик нам такое не объяснит. Ну, вот этот boys love, это, ну, то есть, я очень, ну, по-нашему. Мальчишеская любовь. Блокер-периодчик нам такой не запрограммирован. Так. Что еще хотела сказать? Своей гугл-настоящий сказала. Еще можно сравнивать с другими переводами. То есть, если вы вдруг заснулись на каком-то моменте в переводе, у нас есть еще... Бывает такое, что одну и ту же мамку переводят несколько разных английцев. Допустим, сейчас Назаки переводит у нас вот этот вот сегодня переводчик. Ну, он так, плоховастенько переводит, непонятненько немножко. А вот этот вот рапсоди инглу, я не знаю, что это читается, или кто-то там в голубом, в синеве. Он переводит нормально. Или это она, ну, все-таки она. Ну, вот. В общем, сравнивайте два разных английских перевода. Если английского перевода нет, то поверите на другом языке. Допустим, еще Назаки переводит на испанском. Причем с испанского... Ну, испанского такой простенький язык, что его даже знать не надо. То есть, допустим, берем вот эту главу. Начинаем просто переводить. И тут написано. «Eventus del festival deportivo». А, хотите, это в В, в сайках В, если кто не знает. Я немножко испанский утил, а как-то похвастаюсь. «Eventus del festival deportivo». Берем в угол переводчик. «Eventus del festival», как там, «Deportivo». «Deportivo». Читается он простенько, пишется тоже простенько. Такое, как он называется там, настроение предложения. Такие же, как в английском, в принципе. Поделяем язык, как это испанский. И, пожалуйста, антибиотно-спортивное мероприятие фестиваля. Спортивный... Спортивный фестиваль, короче. Вот. Ну, или что-то вроде. То есть, если вам в английском вын запутите на том дослове, да, то, пожалуйста, подпользуйте в другим переводом. Например, испанский. Или, там, турбикский, не знаю. Вы, там, попадете вам. Допустим, на сайте batto.to собраны довольно много языков. Назадчик, например, переводится там на турецком, полно-французском, уже я видела там внизу. Первый, по крайней мере, главный. Всё посмотрим. Это весь. Нет, это не французский, это какой-то итальянский или какой-то? Итальянский. То есть, у нас турецкий, испанский, польский. Вот. Вот. Мы только что не выливаем русского духа. Ну, не будем выливать. Если кто хочет, то жалко. Выливайте. Мне не жалко. Так. Ну, если, опять-таки, можно пользоваться другим языком, то есть, оригиналом, то есть, японским. А, про испанский кое-что. В испанском нету местоимений. То есть, как бы, они есть, да, но они практически не пользуются местоимениями. То есть, если вам нужно узнать, кто написал эту фразу, там, он или она, то есть, вот это вот, по-разному по-разному виду. То это вы вряд ли сможете иметь с испанским языком, потому что они практически не пользуются местоимениями. Они по глаголу. То есть, зависимость местоимения определяется по глаголу. То есть, то есть. Только слово то есть. Ладно. Сейчас заканчиваем. С японским переводом. А, пример хотел показать. Давайте закроем. Это больше не нужно. Пример у нас был совсем недавно. В 68 главе. Вот, 68 глава становится десятая. 68 глава становится десятая. Кашема начинает надевать какие-то носочные изделия. То есть, по-английски она пишет, что я собираюсь здесь колготки. Я одеваю колготки. Но, по картинке, вот эта вот штука не похожа на колготки. Ну, по-моему. Может быть, конечно, похожа, но как-то странно. Где вторая нога, получается? Это, может быть, чулки. То есть, здесь на рисунок момент. Либо она снимает свой чулок, либо надевает уже колготки. Скорее, вот это вот… Сейчас. Немножко смысл не соберусь. Сначала определяем какое здесь действие. Снимает она или одевает? Здесь она одевает. Почему? Потому что, если она снимает, то носки должны быть одинаковые. Чулки. Ну, а здесь у нас… Этот чулок у нас черненький, этот у нас чулок серенький. То есть, она все-таки снимает. Одевает на собственных. Вот. На колготки это не похоже. Поэтому, мне стало интересно. А может, все-таки андрайтер тут ошиблась? Потому что тайт – это колготки. Пошла искать с испанком. В испанком тоже написано, что колготки. Ну, а что такое? Пошла, короче, японский этот проверять. Проверял с японским. Там, правда, написано, что она одевает колготки. То есть, ну, вот так вот получилось. То есть, чтобы убедиться, что это точно колготки, а не чулки, то есть, что это не ошибка переводчика андрайтера, а именно вот так и подумал автор, пришлось проверить еще японский язык. Японский оригинал. Так, в общем, здесь у нас будет колготки. Если вы будете потом, когда будете читать 8 главу, будете возмущаться, что это все-таки чулки, а не колготки. Потому что, извините, я уже три языка тут проведила, там везде колготки написаны. Как японский проверять? Если вы не знаете, как пишется японский язык, вообще не знаете японский, то можно, в принципе, довольно легко, ну ладно, не легко, с звукоперочек это сделать. Кликаем сюда японский язык, ну, находим здесь вот списки, а я обычно это все дело сворачиваю еще, чтобы было видно наш, самый иероглиф нашим. Кликаем на карандашик и рисуем, ну, допустим, по-моему, вот сюда вот сразу. Палочка, палочка, тут еще две палочки, вот она буквы там. Дальше, вот такая. Скорее всего, она вот такая. Да? Я, может, ошибаюсь. Дальше, вот эта вот вертикальная палочка, она, когда пишем в гугле, она у нас вертикальная. Вот такая. Дальше у нас идет сканди. Вот так вот. Так, так. Тут шапочка, тут какой-то ящичек, вот такие буквы еще. И вот наш сканди наш номер. Бар и начальство. Я не знаю, что он взлетал. В общем, когда переводим японский, он частенько переводит какой-то какой-то бред, честно. Поэтому, если вам, если хотите прибегнуть к японскому языку, то, пожалуйста, либо там сами пытайтесь как-то там изучить всю эту грамматику и так далее, либо там просто какое-то одно слово, допустим, можно там, с помощью этого языка перевести, если вам что-то непонятно. А вот какую-то конкретную фразу большую, особенно большие фразы, это становится гораздо сложнее и без помощи знатоков японского хоть уже не обойтись. У нас есть плачки таких, так что, пожалуйста, отправляйтесь. Если будет, конечно, нашей команде, так что, вписывайтесь на себя вовне, добрайтесь в команду, и быстренько будет. Так. Ну, в принципе, и все. Напоследок хочу сказать, что это видео я буду выкладывать в YouTube и ВКонтакт. А сейчас я уже буду включать музыку, блог свою отключаю. В YouTube будет только вот эта первая часть, вот эта, получается, наша, потому что там, когда включаешь музыку, там нужно будет в конце писать титры с использованием всех музыкальных композиций, которые я использовала в видео. Мне это очень влом, а если это не сделаю, то просто будет видео без звука. То есть я просто напряжу вот до этого момента и все. Так что на игру будет короткая версия, ВКонтакте будет полная версия. Вот. Еще хочу напоследок сделать небольшую такую, нет, большую такую просьбу. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях под этим видео, когда я выгружу ВКонтакте, или в YouTube, была ли это масса вам полезна, что бы вы хотели еще узнать. Ну и вообще прочие всем пожелания и советы. Вот. Буду очень благодарна. Спасибо. Я включаю микрофон, включаю музыку и поехали перейдить все для того. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 будем переводить с японского ну или потом с испанского посмотрим я думаю испанцы они обычно с английского переводят ну по крайней мере назаки переводится английского то есть они скорее всего то же самое напишут ну в общем там тоже непонятно если этот гал последний убрать то будет тоже про дерьмо написано а если может это дерьмо там а если вот так вот это чертовски ну короче я не буду координар придумавшись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня все. Я ушла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии и смотрите мой стрим. Расписание на ближайшую неделю я оставлю сюда в нашей группе ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании видео. Все. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин